Добрый день. Николай Станиславович, вот такой вопрос. В Госдуме сейчас проходит второе чтение законопроекта о запрете иностранных счетов для чиновников. Как Вы считаете, нужен такой законопроект, нужно такое ограничение? На мой взгляд, это абсолютно оправдан законопроект, поскольку сюда попадают в первую очередь высшие должностные лица нашей государственной власти. Это депутаты Государственной Думы рассматриваются. И чтобы в этот список включить депутатов законодательных собраний регионов и даже, возможно, главы муниципальных образований. То есть те люди, которые непосредственно отвечают за политику внутри региона или внутри страны, с которой должен быть определен спрос. Если человек имеет чета за рубежом и все свои накопления держит за рубежом, тогда вопрос такой, на какую экономику он работает? А с какой страной он хочет связать свою дальнейшую судьбу? Где он будет дальше жить? А если человек видит себя не в этой стране, а занимает достаточно крупный государственный пост, что от него можно ожидать? С какой отдачей он будет работать? И при чем здесь его государственный пост и интересы нашей страны, интересы простых граждан? Сомнения в его искренности. Да, и такой человек он все-таки более уязвим для каких-то вещей, нежели наоборот. И плюс, я думаю, что средства в нашу экономику, они далеко не лишними будут. Тем более в период кризиса. Но все равно свобода какая-то, ограничение свободы человека. Я с вами полностью согласен, что не должно быть никаких ограничений. Но вместе с тем, еще раз повторюсь, это государственный человек. Ты можешь работать в другом месте. Но если ты выбрал путь депутата законодательного собрания, даже на освобожденной основе, и если есть определенные противоречия, то ты можешь не идти в депутата. Тебя никто не заставляет. То же самое, как выбрать работу в каком-то министерстве. Здесь есть выбор человека. Это раз. А во-вторых, дается определенное время для того, чтобы, если такие счета имеются, за рубежом перевести их в Российскую Федерацию. То есть, если ты говоришь, что ты работаешь на благо государства, делай все, чтобы было это благо, в том числе и счета, денежные средства. Во-первых, мы вкладываем в таком случае средства в свою экономику. Раз. Во-вторых, мы не подвергаем сомнению то, что мы в перспективе хотим связать свою жизнь с этой страной. И мы истинные патриоты, а не на словах. И в-третьих, наверное, это говорит о том, что у человека нет других намерений. Скажем так, он исключительно занят своим делом. И не только свое будущее, но и, наверное, будущее своих детей видит именно в этой стране, а не в какой-то другой. В Госдуму сотрясают череда таких скандалов. Там понятно. У нас в республике есть какие-то исследования? Может быть, вы уже узнавали. Может быть, у нас есть такие чиновники или депутаты, которые хранят в заграничных банках свои сбережения? Вы знаете, что мы, как депутаты Госсовета Чувашской Республики, обязаны декларировать свои расходы ежегодно. На что мы и делаем эти расходы официально публикуются. И здесь нет никакого секрета. Любой желающий может зайти и посмотреть, каков доход того или иного депутата. И не просто депутата, но членов его семьи, супруги и несовершеннолетних детей. То же самое касается наших высших должностных лиц, руководителей министерств, ведомств. Поэтому я думаю, что в этом никакого секрета нет и проблем никаких нет. А потом еще есть соответствующие обязанности отчитаться правильно, потому что всегда можно проверить достоверность этих сведений. И по результатам этой проверки, если человек указал по какой-то причине неверно, то предпринятие определенной меры. Что, в общем-то, мы и видим с вами те скандалы, которые осуществляются на уровне Государственной Думы. Поэтому обманывать, я думаю, в этом плане смысла никакого нет, поскольку проверить эти факты о наличии счетов за рубежом или какого-то имущества, в принципе, большого труда не стоит. Сегодня разговор по существу был с депутатом Государственного Совета Чувашской Республики, членом фракции «Единая Россия» Николаем Николаевым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok